Химия и нефтехимия. Господин Мангорт вот до этого остановился на возможности немецких компаний по нефтехимии. И я с большой радостью могу сказать, что у нас большой прогресс с такими компаниями, как Tissing Group, Linde, Takraft, Helm. И мы начинаем разработку новых крупных проектов в Узбекистане в части химии и нефтехимии. Фармацептика, здравоохранение, производство строительных материалов, агропромышленный комплекс. Приглашаем компании Германии шире использовать льготный налоговый и таможенный режим по рамках свободно-экономических зон. Важным направлением считаем сотрудничество области туризма. Недавно мы ввели безвизовый режим для граждан Германии и довели число стран, граждане которых могут посетить Узбекистан без виз, до 64 государств. Выше было сказано, что Узбекистан был как черный ящик, но вот это один из шагов, который, я думаю, превратит черный ящик в стеклянный ящик, господин Монголь. И все вы сможете посетить Узбекистан, сможете посетить Ташкент, такие исторические города, как Самарканд, Ухара, Хива и убедиться, что мы уже не черный ящик, что мы открытая страна и с нами можно работать. На виду с этим впервые в истории нашей страны мы ввели практику о предоставлении инвесторам компенсации за счет государственного бюджета для покрытия части затрат на строительство управления новых отелей. Перед нами стоит большая проблема. Еще 64 безвизовые страны, а количество гостиниц в Узбекистане не может позволить себе вместить всех желающих. Я думаю, Узбекистан ждет большой бум туристический строительства гостиниц, строительства соответствующей инфраструктуры. И мы очень надеемся, что немецкие компании будут одни из первыми, кто будет участвовать в этом процессе. Но вынуждены признать, что такие города, как Самарканд, Хива, Бухара, они не резиновые.